Как пройти от дикого пляжа в Туапсе до скалы Киселёва по горе. Нам нужна улица Фрунзе и здание Налоговой. Рядом с Налоговой как раз есть небольшой мостик. Переходим по нему и нам нужно будет завернуть за забор. Адрес речная 9. Не совсем правильно сказала, не за забор, а по-моему вот туда. Сейчас я дойду. Да, проходим стоматологическую клинику. Сейчас она здесь есть в 2022 году, в сентябре. И попадаем на улицу Кадожскую. Сейчас я маленечко с вами пройдусь. В общем, дорога у меня по берегу заняла примерно минут 45, максимум 50. То есть по горе я думаю здесь, ну если считать то, что мы будем подниматься по лестнице и маленечко блудить по гаражам, возможно займет маленечко на времени и подольше. И причем при спуске к скале Киселёва там тоже надо будет маленечко нам такое слово поразить маленечко. Маленько побродить по лесу, вот, по дорогам. Туаллица Кадожская. Не знаю сколько времени займет, но я думаю, что не намного больше. Но это учитывая то, что человек находится в хорошей физической форме. В общем, сейчас мы пройдем по улице и попадем в гаражи. В гаражах бояться совершенно нечего, никаких наркоманов и алкашей там нет. Там живут люди. В гаражах над стройки. Ну, кто был на юге, тот видел, наверное, такие гаражи южные, в которых живут люди. Поэтому все там совершенно спокойно. Бояться нечего. Вот, сейчас мы идем к железной лестнице. Как раз по этой улице Кадожской. Можно пройти прямо по дороге, но потом нам нужно повернуть. Вот у меня лево-право такая большая проблема для меня, поэтому повернуть туда. Вот, а можно пройти среди домов. Но это лучше уже делать, если вы пойдете обратно. Не берегом моря, а по лесу, по горе. Вот, если вы идете туда, по горе, ну, проще, чтобы не запутаться все-таки, я бы рекомендовала пройти прямо. Хотя я попробую сейчас. Я сама могу запутаться. Второй раз сюда иду. Ну, первый раз я просто дошла до лестницы, забралась наверх, посмотрела, поняла, где дорога. И, собственно, на этом все. До скалы я не ходила по дороге. Вот лестница есть. Сейчас попробую. Так будет короче. Ну, учтите, что все меняется. Сегодня здесь у нас бордовый блок дома. Завтра он может стать синим или вообще отвалиться. Поэтому ориентируй в таких... Ну, в этом году, да, следующий, скорее всего, да, а потом неизвестно. Так. Вообще, я бы рекомендовала... Ну, это я так для себя сделала вывод, что сегодня полдень. Мы с утра покупались. Пришли домой. И вот по жаре я лучше пройдусь по лесу. Вот они гаражи. Мы к ним пришли. Вот она лесенка. И если бы мы пошли бы с той стороны, ну, выползли бы вот здесь. Вот. Вот они гаражи. В общем, что я в ту сторону я пойду по лесу, а обратно я уже пойду по берегу. Потому что берегом очень красивая дорога. И там уже хочется идти с чувством, с толком, с расстановкой. Разглядывая камушки. Там есть крабики. Есть медузы даже. В общем, какие-то интересные водоросли, которые уже не похожи на водоросли, а похожи на живой организм больше. Вот. Поэтому и красивые виды. Там тоже такие интересные скальные выступы. Поэтому рекомендую всем все-таки обратно, как минимум, пойти берегом. Так. Не знаю, насколько люди будут рады, что я здесь снимаю. Я бы на их месте не очень была бы рада. Вот. Хотя мне очень нравятся такие гаражи. Как-то живописно. Они сразу в голове и по-южному. Вот. В общем, нам нужно вон туда. Там здесь развилка. Там лесенка. Это не для нас. Вот. На эту лесенку тоже сбираться не надо. Сюда. Тоже не надо. В общем, идем прямо. И все время в горку. То есть вот небольшая развилка. Но нам нужно все-таки сюда. До угла. Сейчас я дойду. Дошла до места, где видно кусочек порта. Море. И вот она. Лестница. С краю вот с этими штучками рядом. Не пропустите. Потому что я первый раз. Я прошла вперед. Но если вы пройдете вперед, ничего страшного. Там тупик. Вам придется просто... Или не тупик. Ну, короче, я вернулась оттуда сразу. Как-то я догадалась. Сейчас увидим. Почему. Вот. Так. Маленько попахчу. В телефон. В общем, лестница. Железная лестница. Вот она. Вот здесь. Нет, там дорога наверх есть. Она просто стала такая узкая и маленькая, что я развернулась и пошла. В общем, лестница. Здесь мы тупо поднимаемся по лестнице. Она очень высокая. Там есть где присесть. Даже стоят фонари. Не знаю, горят ли они в темное время суток. Вот. Но. Как бы они стоят. Сейчас... В общем, поднимаемся по лестнице до упора. Сейчас я, наверное... Ну-ка, я сейчас дойду и покажу. Сразу, по-моему, дальше она по прямой. Здесь... Что вам нужно пройти. Вот. Но это еще не все там. Нет. Она еще, значит, изгибается. Идет на гору. Вот он вид Туапсе сверху. Вот. Так, ладно, я пошла. Вот. Видно, как она уходит все выше и выше эта лесенка. Ничего. В принципе, я поднялась нормально. Я видела бабушек, дедушек. Там наверху поселок. И лестница, наверное, сделана для них все-таки. Они для туристов. Вот. И люди ходят. Приноровились уже. Вот такие пошли широкие ступеньки. Нормально можно идти. С передыхами дойдете. Вот хочу показать фонарь. Возможно, они светятся, но не очень-то на это похоже, чтобы они светились. И вот она лавочка. Я, честно говоря, употела. Хотя сейчас у нас уже сегодня 30 сентября. Я снимаю все это дело. В принципе, уже жары той летней нету. Где-то 25-26 градусов. Блин, ну я употела. Я сяду, посижу. Виды с лестницы самые обычные. Просто деревья. Не скажу, что какие-то прям виды. Вот один участок, где было видно топсы. Дальше его из-за листвы не видно. Зимой, скорее всего, проглядывает. Но не летом. Так что, если хотите сфотографировать топсы с высоты, вот первое же место, где это видно, фотайте обязательно. Потому что потом уже такой возможности не будет. И мы подходим к участку, где лестница прерывается. Нам он не нужен, мы идем дальше. То есть, проходим и идем дальше. Ну, до самого конца. Все лестницы нас выходят к дороге. Дорога асфальтированная. Вот. Не асфальтированный участок уходит в сторону моря. Но нам нужно в противоположную сторону. Если вы пойдете в сторону моря, то дорога выходит к ручью, который как раз между, примерно, в середине между скалой Кселево и Диким Пляжем. Вот. Дальше. Короче. Дальше вот я уже не знаю точно. Буду искать дорогу вместе с вами. Буду снимать, если я где-то ошибусь с дорогой. Ну, я думаю, вряд ли. Вот. Ну, наверх. Ну, тоже не надо, я думаю. Вот. Просто идем по прямой. Ну, что, особенно обычный лес, дуб. Вот. И поселок. По пути дерева на скальном выступе. Поселок быстро закончился. Море отсюда не видно. Вообще, пока иду по дороге. Совершенно чуть-чуть иду еще. Есть мухи и шуршат ящерицы. Не знаю, как тут видно. В общем, дорога просто обходит различные овраги. Или как их называют в горах, да? И поэтому она петляет. Пока все спокойно, все понятно. Вот. Она враг. Кстати, но в Топсе особо полазить негде. Когда мы были в Крыму, мы ходили просто на бедре. По разным хребтам поднимались. Вот. Целомесяц там тусили. И, в принципе, нам хватало разнообразия. Вот даже без особо частых, далеких поездок. Хотя мы ездили на Демиржи. И в пещеры, конечно же, ездили. И в Бахчисарай. И в Севастополь. Вот. Ну, как бы это мы делали примерно, я не знаю, раз. Может быть, два раза в неделю. С какой-то периодичностью. Вот. А здесь, Топсе, ну, либо ездить вот куда-то подальше, либо здесь вот на самом деле любителю вот где-то полазить по горам вот таким одним днем. Домик какой-то, ну, интересного много здесь не найдешь. Вот. Потому что горы невысокие. И вот есть какие-то скальные выступы. Но это, конечно, после того, как ты побывал на Петре, это даже будет неинтересно. Конечно, я не была еще на Красной Поляне. Была только... Ну, мы ездили там недалеко от Красной Поляны, на джипе. Небольшая экскурсия у нас была по каньонам, водопадам. Там небольшая пещерка была. Ну, кто смотрит мои видео, вы, конечно, видели. Вольфове путешествия. Ссылочку на него постараюсь поставить, когда вернусь домой. И вот. Кстати, поставлю ссылку на то, как я шла. А вот видно море. Немножечко кусочек моря. Что я говорил? Про что я говорил это? Кстати, вот у них урны. Все цивильно. Вон какая-то, похоже, плантация пальм. Ну, это вряд ли плантация пальм. Но кто-то насадил себе пальм. Домики. В принципе, место не дикое. Потому спокойно даже. Вот я иду одна, мне не страшно. Так, что я говорила? Челюскинцев 2А. Пожалуйста. Ой, что я говорила, что я говорила. Сейчас уже не вспомню, но наверняка про то, что ездить здесь откуда-то, ну, куда-то смысла особого. Не знаю, я не вижу. Мне кажется, проще пожить в Адлере. И там куда-то поездить или в Сочи. Или где-то, может быть, поближе к Сочи. Чтобы не платить бесширные деньги, да, или Геленджик. Кому что интересно. Вот. Ну, а тут особо делать нечем. Ну, и решила я, значит, буду ходить к скале. Знаете, за буквально дня 3-4 вот я походила. Я прям чувствую, как ноги, они стали крепче. Просто. Ну, на самом деле, я в них почувствовала какую-то силу. Прибавилась ловкость, если вот так в месяц побегать до сколы и обратно каждый день. Просто физическая форма будет огонь. И у меня даже есть желание продолжить. Аж когда вернусь домой. У нас, в принципе, есть парк, есть труник. Потому что руки у меня не прокачались. Вот. Ну, как бы, ну, хочется оставить эту физическую форму. Потому что я чувствую себя намного сильнее. Пока просто иду по дороге. Она маленечко петляет. Небольшой подъем вверх. Плавный спуск вниз. В общем, пока так она и идет. Встречаются небольшие домики. Пальмы вот такие, которые растут. Не думаю, что это дикие. Наверное, высаживают все-таки. Как-то оформляют свою дорогу. Тоже хотят принимать туристов. Городок такой не очень туристический. Бывает намного более туристические города. Даже в Адлере мне показалось. Там хотя бы такая суета. И видно, что это рабочий город. Что люди работают, живут. Все равно там, мне кажется, туристов намного больше. Как бы их видно. А здесь как-то вот только на пляже в основном. Кто любит что-нибудь пособирать, пока я ничего не нашла. Это вот как-то ежевика, по-моему. Но даже ягоды на ней не вижу. Хотя сейчас она как раз все равно должна быть. На конец сентября она бывает. Но она есть. Может быть, летом здесь что-то и растет. То, что можно сорвать и съесть. Или в какое-то другое время года. Но вот сейчас осенью, в сентябре, ничего не вижу. Так, подхожу куда-то, видимо, к более цивилизованному месту. Вот какой-то спуск вниз. Развилка. Я тут, я не знаю, куда. Я пойду, например, как едет машина. Может, не спросить. Встретила вот такой, знаете, длинный подземный ход. Там вдалеке мне непонятно, он заканчивается или идет. Но здесь, похоже, просто пропустили через него речку под горой. С крестю где-то, вон там она выходит. В общем, я спросила машину. Мне сказали, сюда мне не надо. Надо все-таки на развилке держаться правее. Вот, то есть в сторону от моря. Так, вот она идет речка. Не знаю, как это назвать правильно. Вот. Поэтому иду сюда. Впереди вижу крест. В общем, иду к кресту. Крест поставим, поставлен в честь святого бога явления. Вот. Ну, кому интересно, в 2014 году. Кому интересно, можете остановить, прочитать табличку. Ну, видео остановите, прочитайте. То, что написано на табличке. А я иду дальше. Но все-таки я так понимаю, что мне нужно идти по основной дороге. Какая из них основная? Вот попробуй теперь разберись. Никого нету поблизости, чтобы спросить. Попробуем идти так, наверное. Попробую идти так. В общем, опять я свернула от моря. Если заблужусь, все вам расскажу. Может быть, надо было идти и внизу. Мне показалось, что на дороге сходятся, потому что они идут в одну сторону. Примерно одинаково. Может быть, они где-то дальше сходятся, но пробежалась, и они... Вот. Дорогу видно. Вот она дорога. Но пока они не сошлись. А нет, сходятся. Значит, все. Я правильно иду. Можно не переживать. Сейчас покажу. Нет, нет. Вот они. Еще одна дорога какая-то идет наверх. Это же видно, что проселочная. Там даже знак перегорожен. Вот дорога поднимается снизу и сходится с моей. И впереди у меня хорошая такая широкая дорога. Стало видно макушку горы. На ней стоит даже какой-то столб. И столбы. Ну, высоковольный столб. И вот они, столбы. И даже я вижу остановку автобуса. Кстати, да, я читала, что можно доехать до скалы Киселева на автобусе. Последний автобус от скалы Киселева в данное время отправляется где-то в шесть с небольшим. Поэтому, если вы собираетесь уезжать на автобусе, то обязательно надо, значит, успеть до шести подняться. Вот она остановка Кадыш, автобус Ала-17. И опять у меня две дороги. Большая и маленькая. Большая вперед. По прямой. Не по прямой, но по верху. А маленькая вниз. Опять я выбрала верх. Если сказать, иду. Вот. Но поселок Кадыш, это я недалеко дошла, на самом деле. Думала, в себя правильно иду. Вот. Если-таки пойдем по автобусной дороге. Мне кажется, автобус все-таки ходит здесь. Мимо проезжают машины. В общем, я опять тормознула машину и спросила, правильно ли я иду. Мне сказали, да, правильно. То есть идем по основной дороге. Ни в какой низ не ведемся на всякие развилки. Никуда не спускаемся. Вот. Так что, сориентиров столбы высоковольтные. Идем вдоль высоковольтных столбов. Здесь что-то было. Какая-то... Что-то, видать, остатки от Советского Союза. Постройки. Советские. Плиты. С какой-то мозалькой. Или что-то типа того. Ну, возможно, здесь и был какой-то санаторий. Кто его знает, да? Советское это время. Все. Может быть... Вот еще одна. Как может панельные дома какие-то пытались построить. Вот они прям панели. Панельных домов. Просто с питочкой. Вот. Идем, значит, по высоковольтной линии. Опять видно море. Такой легкий заборчик. Из проволоки. Все. Море становится видно прям хорошо. Впереди тоже я вижу море. Я знаю, как в видео. Это видно или нет. Я его вижу. Кстати, я заметила тот же рисунок, который идет по всему побережью, по скалам. Вот эти вот выступы скальные вверх, такие полосками, которые идут то вот так, то вот так. И здесь то же самое. Просто они, ну, более тонкие, более как попроще. То есть в точности так же и наверху горы выглядят. Так, а теперь мы с вами поворачиваем. И я вижу море. Вижу горы. И вы сейчас сто процентов тоже это все видите. Вот. Я думаю, скала где-то близко, потому что когда идешь по берегу, вот это вот место, вот этот берег, береговая линия, она видна тоже с берега. Но, знаете, по горе, все-таки по моим ощущениям идти дольше. А вот, кстати, девятиэтажек я-то и не видела нигде. А тут есть. Он на берегу моря. Ну, высокий дом. Не знаю, сколько там этажей. Так и сказала, девятиэтажка. Кстати, там где-то есть пирс. Сейчас, возможно, это место, это и есть. Вот. Если это так, что это место, где есть пирс, то мне осталось уже чуть-чуть. Вот они эти скальные выступы. А вот и первые ягодки. Они в самой серединке. Сейчас, может быть, из-за солнца цвет не видно, но они красные. Что за ягодки, я не знаю, съедобные или нет. И дорога уходят вниз. Вот и ежевика. Черная я не вижу. В основном она еще не спелая. Еще грозди, еще. И вот какое-то дерево. А, это тоже ежевика. Так, и мы подходим к меду. Здесь я вчера была. То есть я вчера пошла по берегу пляжа. У меня там есть короткое видео, шорт, которые не горизонтальные, а вертикальные видео. Ссылочку на него, наверное, сейчас сделаю тоже. Не сейчас, а попозже. Вот. В общем, ссылочка на него будет. И вчера отсюда я уехала на машине. Так. Нет, не отсюда. Там тоже были пасечки, такие же машины, но место было маленько другое. В общем, продается мед. Здесь вон просто очень много машин. Дальше идут еще. Наверное, не знаю, прям пчелы прям здесь живут. Прям тут мед собирают. Слушайте, ну если это так, то можно мед и купить, наверное. Здесь он получается точно нормальный. И вокруг меня жужжание. Я не знаю, пчелы-то или осы. Блин, фиг их знает. Больше похоже на ос. Прям гул стоит. Сейчас мы посмотрим ценник. Кому надо, останавливайте. Вот, 300 рублей. Это акция. 300, 250 баночка. 300, 450. А трехлитровая. 3000. Трехлитровая. 100 и 550 рублей. А это заброс. Это крышечки срезанные. Вот, по 250. Ну, мы уступаем. Это цены так, как бы... В общем, сейчас здесь цветет плюс. И будут качать мед. Я не знаю, что такое значит. И есть воск. Прополис. Смотрите, какой вот такой вот прополис. Это палочка. Режешь его. Как таблетки можно. Ну, можно настойку делать. Можно делать со сливочным маслом. Кушать его. Делают. Натирают. На воде. На меня только, чтобы селать пчелы. Деткам хорошо давать для профилактики. Он повышает иммунитет. Он антивирусный. Противовоспалительный. Это смола деревьев. Пчелы собирают. Они прополисуют у себя улики. Это дезинфицирует улики. Они один раз мышу пополовули. Они ее запрополисовали. Вытащить не смогли. И прополисом покрыли. То есть они дезинфицировали. И до сны улик оказался обеззаражен. Прополис все знают об этом. Есть восковая моль. Огневка. Настойка восковой моли. Это что значит? Это что значит? Это от иммунитета. Она от многого. От туберкулеза. Это единственное насекомое на земном шаре, которое растворяет восковую оболочку. Воск растворяет. А вот тоже это в пчелах получается и собирается, да? Да, да. Это продукты пчел. Конечно. Все тут продукты пчел. А вот пыльца есть. Это обножка, которую они носят себе на зиму, складывают. Это их не хлеб. Они взяли. Это пыльца цветочная. Она очень полезна. Тут очень много микроэлементов. Если перечислять, там на полстраницы перечисляется состав и полезность это и спортсменам, и деткам. Для иммунитета. Микроэлементы, витамины очень много. В жизни мы же поведем. Вот, кочуют и в разных местах собирают разный мед. Вот это на кинзе, там и на всяких разных других травах. Это кориандр. Сейчас попробую. У меня было с собой маленько денег. Набрала на 800 рублей маленькие баночки меда. Кориандр, в общем, взяла. Каштан, еще что-то. Вот. Просто степной мед. И сейчас вот они тут новый мед собирают. Ну, интересно. Здесь, как бы, сомнений нет, что он натуральный мед. И, ну, будем пробовать есть. Поворот на мыс Скадыш. Ну, я так понимаю, это вот как раз дорога, где я говорила, где девятиэтажка выходит к морю. И там по морю все равно прыгать по... Ой, лесопарк Кадыш. Кто хочет прочитать, останавливайте. А я иду дальше. Вот, опять же, видно море. Так. Какой-то интересный кустик. На нем стручки. А сам он похож больше на хвощик какой-то. Так. Ну, вот у нас кусочек моря. Так. Видимо, я иду в правильном направлении. Он стоит, похоже, на телевышку. Или на вышку мобильной связи. Вчера я тоже видела, но с другой стороны так. Значит, все правильно. Просто поговорить не с кем получается, что я делюсь с вами своими переживаниями. Если так я переживаю, вдруг я неправильно иду. Я каждый раз сама убеждаюсь, да, нет, все-таки правильно. Все тот же скальный рисунок. Это линии. Параллельные. А вот у нас птичка. Ну-ка, сейчас я тебя увеличу. Так, сконцентрируйся. Такая маленькая птичка. Так, дорога устремилась вниз. Все те же высоковольтные столбы. Основная дорога. Но намного дольше, чем по пляжу. По пляжу, мне кажется, я бы уже доскакала. Но это если быстрым шагом. Вот. Не вижу особого смысла прям быстрым шагом идти по пляжу. На пути появился шиповник. Хоть что-то тут растет. И вот это, мне кажется, могут быть какие-то плодовые деревья. А вот тут, возможно... Так. Возможно, и есть... Там же ложбинка была и ручеек. Не ложбинка, а такой овраг глубокий возле мыса. Не мыса, а возле скалы. Скорее всего, мы уже где-то на подходе. Потому что из-за нее приходилось мне там перелазить. Лезть по канату. Сейчас все увидите. Не прямо сейчас, а в конце. Перегороженная дорога и табличка. Кто хочет прочитать, останавливайте памятник природы лесопарк Кадыш. Стоянка с машинами. Видимо, мы где-то уже близко. Да, подходим к месту, откуда я вчера уезжала на машине. Кстати, довезли за 500 рублей. Тут была опоздавшая не только я, еще два парня подошли. И вот на троих мы эти 500 рублей раскидали. Вот телефончик мне дал. Вот продавец меда. Опять я вот угрелась. Ну, кстати, тут уже мед весь раскуплен. Так, ну все, эту дорогу я вам покажу полностью. Ну, или почти полностью. Так, нет, почти полностью. Ну, в общем, уехать отсюда можно на такси за 600 рублей. А вот завещина мне говорила, что они приезжали за 250. И они вызывали Яндекс.Такси. Но сюда Яндекс.Такси едет очень неохотно. Там вот номер, который я вам показала пальцем. Это, короче, номер человека, который живет здесь рядом. И он охотно подвозит уже людей. Спускаемся по коммунистой дороге. Я видела, там дальше машины тоже стояли. Прямо заезжали почти, ну, над скалою. Ну, по себе до самой скалы доезжали. Поэтому машина позволяет проехать. Пожалуйста, можно ехать. Кто-то шуршит постоянно в лесу. А кто не видно. В общем, какое-то время идем вдоль дороги с такими, ну, уже атрибутами человеческими. Вот, видимо, чтобы гора не осыпалась. Сделано с этой стороны у нас поручень. Или, как сказать, ограждение, оградок для машин, чтобы они упали. Там расщелина. Вот тут еще стоянка машин. И указатель. То есть нам дальше спускаться не надо. Нам нужно идти прямо. То есть вот он продолжается, да, дорога, продолжение дороги. Вот так выглядит с этой стороны. С этой вот, чтобы повернуться назад. Да, вот здесь горка. То есть она, дорога огибает горку и очень резко поворачивает. Нам туда не надо, нам нужно по прямой. Можно пройтись по дороге. Я вчера вот пришла с той дороги. Но сегодня я хочу пройтись по самому верху. Что сейчас время у меня есть для этого. Может быть, увижу что-то интересное. Кругом люди, в принципе. Так, если вы пойдете летом, я думаю, здесь будет просто толпа людей. Вот сверху ничего не видно. Зря поднималась. Ну, не зря ноги накачаю хотя бы. Вот мои ноги будут еще сильнее благодаря ходьбе. То есть с этой стороны у нас тоже... Буду это назвать врагами. Вот. И все-таки я вышла опять на эту дорогу. Короче, если пойдете, можно не подниматься. Смысла нет. В общем-то, министая дорога. И мы идем. Просто идем по главной дороге. По самой жирной дороге идем. Тоже ведемся на всякие тропинки. Ну, если разве что куда-то сходить и что-то глянуть захочется. А так смысла на них вестись нет. Идем по основной, главной дороге. Для тех, кто поедет на машине. Я думаю, в принципе, проходимо. Вот, следы от колес. Кто-то ездил. Не знаю, как значит вот эта лужа. Ну, смотрится, знаете, нормально. Смотрится, как будто бы можно проехать. Ну, кто-то вот объезжал. Кто-то не смог проехать. Вернее, смог, но так, тяжеловато было. Не по самой середине. А может быть, человек просто объезжал лужу. Чего тоже. Так, тоже почти, наверное, последний. Небольшой подъем. Но дорога легкая. На самом деле здесь нету каких-то особенных там гор-не гор. Вот. В основном очень легко идется. Все. Там слегка, если в горку где-то и есть, это... Ну, самое сложное в этой дороге это была лестница. Самая тяжелая. Все остальное слегка дается. Вон машина выезжает. Ну, сейчас посмотрите, какая она. Размером. То есть, на какой машине можно проехать. Какие-то машины стоят, тоже покажу. Вот. А нам где-то нужно будет уже поворачивать вниз. Чем кто-то пешком. То есть, можно почти до верха доехать. Вот. Ну, на каких машинках свободно тоже люди проезжают. Так. Где-то поворот был вниз. Вон тоже стоит. Я в машинах не разбираюсь, поэтому я не буду говорить название машины. Вон еще машина стоит. Вот они ездят. Как себе домой просто на этих машинах. Ну, здесь колесики повыше. Это какая-то русская наша, советская. Вот. Такое объявление. Идем дальше. Туда нам не надо. Но можно зайти, посмотреть, наверное, с высоты. С мыса, да? Это мысом, наверное, можно назвать. То есть, как выглядит. Сейчас подойду поближе включусь опять. Здесь, видимо, из палатки тоже стояли люди. Костры. Остатки костров. Остатки... Не знаю, что это такое было. Двею, может быть, сушили. В общем, вот оно. Море с высоты. Ну, как-то больше ничего не видно, только море. Отсюда. Ну, в принципе, нам разницы нет, какой дорогой идти, как спускаться. Главное, что это вот я посмотрела. Левее. Берем левее. Вот. Ну, и берем главные дороги, основные толстые дороги. Не берем никакие тропинки пока. Вот. О, какой жучара. Ползет. Фу. Это вонючий клещ. Такой огромный вонючий клещ. Вот он. Блин, он с мой ноготь просто. Размером. Табличка. Так. Ну, в общем, здесь я не пойду спускаться. Вот я пойду. Все-таки левее. Где-то здесь. Где-нибудь на эту тропинку, наверное, вот там. То есть, вчера я шла вот по этой дороге. Как бы смысл сюда. Ну, разве что глянуть на море. Вот. Другого смысла подниматься сюда нету. И то море, я-то не скажу, что прям видно очень хорошо как-то. Ну, видно само море. И берег не видно ни с одной стороны, ни с другой. Так, нет, наверное, все-таки теперь уже мне спуститься так. Но надо было мне идти вот брать левее и не подниматься сюда. Ну, хотя опять же, тренировка для ног. Так. Ну, там будет легче спуститься. Как-то вот все-таки спускаться вперед лицом намного сложнее, чем забираться. Как бы не в том плане, что тяжело ногам, да. Ногам, ну, другие мышцы работают совсем, когда спускаешься. А, как бы, устойчивости меньше. Когда идешь вперед, спускаешься. То есть больше шансов упасть. Поэтому, ну, кого шатает, вот. Кого шатает. Так. Все. Мы выходим. Как я говорила, никакие... Вот они уже эти скальные выступы тоже опять прослеживаются. Раз, два... Вот они. Такие же, вот из них же и состоит эта скала. То есть здесь вся гора, похоже, состоит из них же. Мешутся бутылки, чтобы умываться какие-то. Что здесь? Кто-то тоже гостил, похоже, с палатками. Вот. Не знаю, как здесь гоняют, не гоняют. Не знаю, что местами часто гоняют людей. Что так палатки, я попала, люди не ставят. Но есть местечки. Я теперь знаю пару мест. Кому надо, пишите в личку, скажу. Вот. Ну, кто совсем за дикий такой отдых. Я все-таки люблю, чтобы было место, где помыться. Ну, вот. Что-то, ну, минимум какой-то мне нужен удобств. Вот, пожалуйста. Кто-то отдыхает. Идем по тропинке. Так, и у меня все-таки этот рюкзак теперь тяжелый. Ну, ладно. Убрала меда вот себе на свою голову. А вот он, мыс, кстати, с этой стороны. Этого. Маленечко видно. Сейчас попробую увеличить. Вот, это скала Киселева. Она там прямая. Если, да, я не знаю, как. Ну, наверное, попасть, если с другой стороны можно. Вот. Ну-ка, сейчас подойдем поближе, рассмотрим. Вот, что у меня под ногами. Вот эти вот скальные выступы. Параллельные друг другу. Вот они. Из них и состоит вся эта скала. И здесь весь берег, он состоит примерно вот из таких выступов. Ну-ка, сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Ну, вот здесь есть какая-то тропинка. Вон тоже привязан канат. Так, не тебя увидит. Вот, видите? Привязан канат. И кто-то спускается по канату на эту сторону. Так, сразу уже раз увеличила. Вот у нас скала. Но здесь она не имеет тех, ну, того вида, который с другой стороны, на которую пойдем мы. Пойду я. Вместе с вами. Так. Идут куда-то наверх. Я думаю, можно уже спускаться. Тропинка. Хотя наверх, если посмотреть, что там сверху. Да пойду я посмотрю. Уже идти, так идти, правильно? Ничего ходить. Тем более, что здесь все доступно. Вот эти вот скальные выступы, они как ступеньки работают. По итогу. Вот. Подниматься, спускаться будет очень просто. Надо же. Вот кто-то уже покорябал или что-то такое. О, смотровая площадочка. Ну, вот тут я вижу пляж. Так. Ну, здесь вот эти вот каменные штуки, они просматриваются. Да, вот они. Так, вот они. Тоже. Примерно такой же берег. Видите, вот эти камни. Они выступают. Они выступают. Вот. Что-то видно. Вижу там что-то похожее на какую-то. Ротонду. Только какая-то она очень большая. Так. И пойдем, наверное, посмотрим с самой скалы вниз. Пляж сейчас увидим с другой стороны. Вот она скала там. Кто-то даже что-то написал. Просто на этой скале. Представляете? Просто кто-то что-то написал. Вот они эти. Тоже выходы вот породы. Они как идут. И вот они поросли водорослью. Бурый вот этой. Не, ну красиво. Конечно, чистая вода. Блин, сверху так все видно. Это просто... Нет, это круто, я вам скажу. Круто. Я вообще, я молодец, что я сюда поднялась. И всем рекомендую. Смотрите, вот они идут прям поперек. Вот они. Выступы идут прям поперек. Люди. Вон там тоже похоже что-то на скалу Киселева. Ну, это вот он весь берег такой. Здесь от Топсе. Ну, не то, что весь, но... Какого-то участка. Ну, оно идет сначала слабенько-слабенько. Потом все более выражено, более выражено. И потом начинается, что именно вот оно... Именно так и выглядит. Издалека. Когда ты вблизи, ты видишь это как... Ну, такие выступы, да, как мы шли. Я показывала. Только они более высокие. Вот. И... Так. Что еще? Так. И. И пойду я сюда. Вот. Ну, а... И постепенно они увеличиваются. То есть в размерах, в своей мощности более мощными становятся. Так. Это кто-то писал вот на этом... На этой скале, которая подо мной. А вот еще один выступ. Там я писанины не вижу уже. То есть еще одна скала. Тут писанины нет. Никто не решился написать. Я где-то читала, что люди прыгают со скалы. Вот прыгать я точно не решусь. Я вот таких дел... Я... Ну, такие дела я не способна прыгать. Вот. А лазить где-то... Вот это да. Это я. Это мое любимое. Вот оно. Там уже кусочек... Ну, это вот мы сейчас находимся на самой скале Киселева. Это вот рядом тоже такой выступ. Очень похоже на нее, но не такой... Как сказать? Не знаю, как сказать. В общем, не совсем такой крутой. То есть это вот тот, на котором находимся мы сейчас с вами, намного круче. Так. Вот мы подошли. Так. Это самый край. Блин, люди. Но мне страшно. Мне хочется, конечно, вниз глянуть. Но мне страшно. Так. Я сейчас возьмусь. Ага. Я боюсь высоты. Так. Вон, смотрите, надевает. Вот. Но она прям отвесная. Она прям прямая. Вот я когда спущусь вниз, вы это увидите. Так. Ух, страшно. Вот высоты я боюсь. Где-то полазить мне только дали. А высоты я боюсь. Так, ну давайте сейчас покажу. Так, сейчас немножечко. Выдохнула. Вот. Видите, тоже берег. Вот он состоит из таких вот штук. И здесь я пробиралась. Есть видео. Сам. Ну, как бы вот эти скалы я там не засняла. Я засняла то, что под ногами. Но под ногами то же самое. Вот. И только там еще есть рачки разные. Медузы. Вот крабики. Я в начале видео говорила. Вот. Я, может быть, это видео еще разрежу. И вот со скалой, да. Где скалу видно. Вот этот момент. Может быть, сделаю отдельно. Поэтому, если вы увидите этот момент, то, ну, можете посмотреть видео целиком. Как я сюда шла. Это я только сейчас придумала. Не знаю, что я сделаю. Обещать пока не буду. Вот. Ничего. Вот. Но если он будет отдельно у вас кусочек без того, где начинаете по железной лестнице, значит, есть еще видео, как я сюда пришла сейчас. Вот он пляж. Сейчас могу скоро с вами тоже спускаться по канату. Вот они эти скалы. Все. Так, не буду никого мучить. Пошла. Сама все посмотрела. И пошла. Так, пойду я, наверное, так же, как пришла. Так, я отключаюсь на секунду, чтобы не мучить вас. Так, ну все, я спускаюсь. Дошла до того места, где я здесь начала подъем. Потому что нам нужна другая тропиночка. Вот это. Все, сейчас мы пойдем спускаться к скале. Кто-то прям усердно шуршит. Блин, так кажется, что это кто-то большой все время. Но похоже, он маленький все-таки. Так. Вот оно. Вот оно ущелье. Там две скалы. Скала Киселева и вторая, похоже, но уже не такая крутая. Вот. Место очень красивое. Я пришла, но действительно красивое место. Стоит посещение. Ну, человек должен быть маленечко все-таки в физической форме. Потому что по-другому здесь... Ну, если на теплоходике приехать, то да. Вот. Это ящерицы шуршат. Потому что спряталась. Не знаю, попали они в кадр или нет. Так, мы идем вдоль ущелья к морю. И впереди нас ждет резкая тропинка вниз. А потом опять примерно такой же участок и канат. Вот они, эти выступы. Из которых состоит вот эта скала. И поэтому у нее такой вот вид. Вот они прям. Их полно. Все побережье вниз. Где-то вот через... Даже начиная там после городского пляжа. Ой, не городского, этого. Дикого пляжа Топсе. Вот они начинаются. Но они пока малозаметны. А потом еще больше, больше, больше становятся вот эти штуки. Вот. Из них весь берег состоит. Вот. Но вчера мне показалось, что это прям такая... Прям крутая дорожка. Сейчас мне уже так не кажется. Могу мне как-то с телефоном не сподручно спускаться. Так. Ну попробую. Вчера все это... Но я еще опаздывала на автобусы. И мне это все показалось страшнее. Так. Все-таки вторая рука, она бы не помешала. Ну, естественно, обувь нужна удобно. У меня вот эти сланцы. Есть кроссовки. Ну, кроссовки я не стала одевать чисто, потому что... Потому что жарко. Вот. Сланцы. Вот, чтобы подошва в них не скользила. В принципе, в любых можно дойти. Ну, просто будет удобнее. А вот у меня скользит она пластиковая там что-то какая-то. У меня нога по ней припотела и вылазит просто из... Вперед. Тут хорошо там держат хлястики ее. Так. Ну вот, мы почти спустились. Вчера мне показалось, что тропинка намного круче. Прям такой резкий подъем в гору. Ничего подобного. У страха глаза великинус. Так. А мы выходим. Так. Выходим. Вот он здесь, этот ручейок. Кто-ли и продолбил всю вот эту трещину. Или просто вода стекается в эту трещину. Ну что, я не знаю. Я не геолог. Я не обычный человек. Что-то здесь, значит, так. Вот. Там вверху все заросло. Здесь вот что у нас. И вот она, скала. Сейчас солнце, наверное, не видно. Вот. Мы идем, значит, что так. Не промочить ноги, потому что дальше спускаться придется по канату. Вообще, мне сказали, что там обычно стоит лестница. Ну, в летний период. Но сейчас уже сентябрь. Лестницу смыла. И восстанавливать ее никто не стал. Поэтому, ну, люди по канату. Ну, по канату вообще очень легко я наверх залезла. Можно сказать, просто запрыгнула. Вот. Упереться, сами понимаете, тут есть во что. Все это просто в виде ступенек практически сделано. Даже по отвесной штуке я спокойно могу залезть наверх. Так. Главное не промочить ноги, потому что все-таки по канату будет спускаться не очень удобно. И как, я не знаю, как. Телефон у меня задержится. Так. Вот. Рассматриваем вблизи, что такое скала. Значит, что это такое, почему она так выглядит. Вот. А впереди, смотрите, вот видите, помост деревянный. И, видимо, от него и была лестница. Так. Вот они, эти скалы. Эта скала смотрится так, чтобы у нее еще отвесная, отвесная передняя сторона. Там она полностью прямая. То есть она же не вот такая, мне кажется, она, кажется, прям вот сплошняком идет. Но сегодня подойду поближе, посмотрю. Вон, купание запрещено. Но люди вон купаются. Я тоже искупаюсь, вода чистая. Так. А вот канат прилазанный. Знаешь, вот была деревянная ступенка. Что будет, когда будете здесь вы, я не знаю, но... По канату, поэтому вообще спуститься свободно нужно. Так. Я держалась вот этот зеленый. И сумку матери не скинуть, да? Так. Так. Попробуем, так. Так, ну, почти, почти дошла. Канатик. И какая-то лестница. Так, ну, вот видите, даже в руке вполне доступно. Так, ну все, сейчас я вам покажу, что здесь. Вон какой-то дрон. Снимают. Видимо. Сейчас мы подойдемте сюда. Там мы уже были вблизи, да? Вот. Не, ну вот смотрится очень красиво. Я вот, ну, теперь уже видела. До этого, видите, я такого не видела. Так. Тоже расщелина какая-то. Ну вот. Мы с вами и пришли. Так, тут я брошу сумку. И сейчас попробую с вами дойду. Просто покажу. Перец скалы. На этом, думаю, видео закончу. Пойдем туда, где собачка. Вот он, комнат. Здесь можно залезть и вылезти. Вчера я даже перепрыгнула, его даже не заметила. Вот. Сегодня уже. Сегодня уже так. Вот она, что под ногами. Примерно из этого стоит берег. Она выглядит маленечко по-разному везде. Собачка у нас хорошая? Да. Это у нас горная козочка. Вон, катают. Ну вот, кто, кому тяжело ходить, кто не сможет. Вот это вот лазить, да, пойти по берегу. Или там лазить, и я уже прошлась с вами. Жалостный вариант. Можно посмотреть на скалу. Какой-то катер. Так, и вот мы подошли. Отвесные стены. Ну, в общем, вот она, видите, она здесь совершенно прямая. Ну, вот такие масштабы крутые. Вот. Но здесь вот она, из чего состоит. Так, здесь смотрится море. Море чистое. Так, у меня есть удобнее будет разведнуться в другую сторону. Мне кажется, можно вот так проплыть, пройти. В принципе, там кто-то прыгает в воду. Нет, здесь классно. Здесь очень классно. Вот. Вот они, бурые водоросли. Мы ее видели с вами сверху. Так, что там, может, поближе. Ай! Вот они. Девочки, ай! Ты хорошая, ты хорошая. Вот. Ну, в ту сторону, то все. Все. Ладно, спасибо, кто смотрел. Буду благодарна за лайк. Любой комментарий просто чисто для продвижения видео. Вот. Ну, или действительно, что-то вас интересует. Спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо. И всем пока. Пока.